Стремительный рост цен и невозможность достать нужные материалы. С такими проблемами столкнулись барнаульские специалисты бьюти-сферы. Елизавета, мастер перманентного макияжа, говорит, уже сейчас один пузырек пигмента объемом 15 мл стал дороже в два раза. Но его, по крайней мере, можно приобрести. Производство российское. Другое дело – иглы. Одно из самых главных – это иглы, модули. Очень жестко. С ними жестче. Намного ситуация, чем с пигментами. Пигментов великое множество. В принципе, возьми один, возьми второй. Если у тебя хорошая рука, ты хороший мастер, ты любым, грубо говоря, пигментом сделаешь красиво. Но теперь все упирается в иглы, модули. Многие из-за санкций уже начали повышать цены на свои услуги. Несмотря на возникшие сложности, девушка пока планирует придерживаться старого прайса. Не стали повышать стоимость услуг и в одной из барнаурских клиник эстетической медицины. Все свои старые поставки пытаются распродать по уже повышенной цене. Но аргументировать это тем, что нужно будет закупить по более высокой цене, конечно, тоже можно понять. Но мы все-таки стараемся цены удержать. И те препараты, которые мы смогли купить по старым закупочным ценам, мы их все отпускаем по старой цене. Несмотря на то, что материалы, которые Инна использует в работе зарубежного производства, говорит, альтернатива в России есть. Есть и ботулотоксин производства России, есть филеры производства России. Поэтому просто мы немножко переключимся на другие линейки, начнем больше использовать их. Я думаю, вот и все, что произойдет, то есть пациентов, я не думаю, что мы потеряем. И я думаю, что удастся нам сохранить и качество выполняемых процедур. К слову, санкции напугали и не всех визажистов. Анастасия тоже продолжает держать прайс без изменений. Говорит, пока есть запасы, можно работать и по старым ценам. Несмотря на то, что сейчас девушка работает в основном на материалах из Италии, Германии, США и Великобритании, в ее арсенале есть и российская косметика. Я рассматриваю такой вариант, что придется перейти на полностью российское производство. И меня это вообще не страшит. Ну, придется просто поискать. Но я больше чем уверена, что это все ненадолго, что либо по одному сценарию все вернутся в Россию, либо по другому сценарию мы будем заказывать какими-то обходными путями. Какой сценарий ожидает бьюти-индустрию, пока не ясно. В любом случае, барнаульские мастера пытаются искать варианты, чтобы не бить по карману клиентов в сложное время. София Яценко, Алексей Фризин, Вадим Быстревский, Александр Антропов. День с толком.